только редьку оставь на их на двоих там белую которую так летали а вчера мы показал там ну-ка расскажи что там у тебя какой-то ответ есть нет вчера о нем заботиться чтобы он не подчинялся муж и вольно как живет я так еще и морковкой да ну дай даем каждому в рот по одной положку на редьку за столом подашь и виталия найди где он виталия к тебе идут раздевай рот ложка чистая тертая морковка с редькой утра бог как но еще вот чё она стерла все свои сообщения и меня обратно за заблокировала вот это да все а я утром читал она мне фу-фу-фу там без игнатия тех же шага не может делать ну чё то чё попало писала вот и пацанинок какой-нибудь через забор живота я на это и верить никому нельзя не фальшивая но мы наше и сообщение вот мы вчера все ты его же не нужен она тебе больше никогда не напишет да видимо да значит еще и не было вот и все вот эти сегодня вякалки а потом а на суде божьем так как искать никак вот у них как здесь братья живут сейчас гости приедут есть куда положить 12 человек вот так живем не просто так и тумбочки раз два три 4 5 это тут 5 года еще тут 6 7 8 9 тумбочек это уничтожался детский лагерь там когда-то и мне сказали я съездил с краевой администрации а теперь наш лагерь ликвидировали оттуда сюда перенесли 5 я повторяю 5 6 9 тумбочек так раз два три 4 5 6 двенадцать человек можно свободно положить на при искусственности такой больше вот так ну нары больше не делаем нары или палате боятся слова нары если понимаете вот начинает он зэк у него зэковские то другое они знают что зэк это школа школа тем более не за грехи на за то чтобы а помните как вот священному ученики там новомученики они спрашивают друг у друга ну сколько у тебя образование какое там у меня там три курса семинария другой того у меня академия за плечами и они имели ввиду как раз до исповедники у исповедников такая власть дана им что они могут заступать за падших ходатайство чтобы и пить имя было им покороче там и дескать было очень трудно право ходатайствовать у меня есть право и такого права до дальнего востока ни у кого нету ну и все и они же не понимают люди это то тюрьма то разное бывает вот я там был один везде куда бы ни везли везде свидетельства обращение грешников каялись люди начальник тюрьмы умер по-христиански следователь принял крещение полным погружением у меня вообще необычно было тем более день разбит был на 45 периода по полтора два часа по полтора по часу молитва это вообще салтыр всегда просчитывалось за два дня писать себе каждые два дня за субботу три с полной раза по салтыр только за неделю 15 раз за месяц каждую неделю полностью просчитывал новый завет два часа проповеди в камере же же он был то есть они ничего не знают не видели вы давали заключенным кому-то из всех выбирали кто будет читать да да вот допустим 75 человек или 70 там и уже называется пахан старший пахать и а то на меня пахан они думают а с пахан это посчетное звание это отец всех он на них заботится они просто угнетают на ничего не знает совершенно люди кроме треугольника кухня значит холодильник туалет телевизор все ну и он знает кто не курит на 70 человек 3 человека не курили они должны были уже все знают все замолкли никто ни слова не говорит никто не имеет права закурить в это время пахан за этим смотрит читали библию да да у меня новый завет с тобой был отворялась дверь и охранники собирались у двери и слушали а эти поносят а за слава моя слава и это все знали когда повезли по этапу я только открыл камеру куда меня послали в новокузнецкий один молодой русоволосый высокий такой статный парень вот как дедюшка такой а вы бог я говорю нет я о боге говорю а мне ночью сон был и мне было сказано что вам в камеру бог придет сегодня но ему стал считать он до утра не лег спать переписывал я утром уже должен был дальше по этапу идти переписывал новый завет они сидели вдвое с цыганом цыган что-то во гневе как-то дочь убил убил дочь так он ходил и злобился не знаю как вчера мы с тобой в карты только играли а теперь сидишь ты а парень то тоже попался а попался за что тогда был обмен культурными людьми по какой-то линии такой ну его отправили учителем в германии он там занялся между делом то валютными операциями там рубль охота была конвертировать но его и не посадили а по этапу отправили домой а он сбежал его поймали теперь уже в тюрьме а вот за ним ничего не учитель учитель и по глупости залетел и вот как он провожал меня видно было да я зэк ну я во всей тюрьме 3700 человек обо мне все знали стучали я переписывал молитвы и когда на прогулочной площадке были в каждую щель стараться толкнуть рор сразу узнал режимно-оперативно работника ваша работа моя а вы написали что падет кпсс христос воистину воскрес я города мы вас знаем здесь я говорю так написано анатолий иванович подполковник бражников кажется написано библии он библии написано и она наверно так и будет сразу изменился и не звергла рим падет кпсс в аккордах радуги иудина колена христос воскрес воистину воскрес так вы были интересны белая миг ну вот зарубежная церкви православная русская когда я сидел нет вы этим же и были эти они же вас пригласили по какой это потом потом когда уже отсидел узнали вот давайте до этого я и не знал даже что зарубежная церковь есть не так они вас по какой причине это пригласили прежде всего зарубежные любят исповедников дальше да они молились обо мне когда узнали так все проще я еще сидел в жаннатасе джамбульска области в лагере а в то время обо мне уже ходатайствовали помню там не знаю кто там из японии какие органы оон он даже язык да как за аккуратится они даже этого не понимают а зэк он за педофилию там ну всякую гнусность это мне сегодня уже там показывает ну как это награда радуйтесь и веселитесь когда имя ваше понесут как не угодно на меня это никак не влияло тогда этого я не знал это это они сейчас придумывают а тогда никого не было все попрятались я когда поехал в москву сашей огородниками встретился он несколько сроков он был при мне он получил какую-то медаль или что от маргарет тэтчер за смелость и прочее у меня вот как нам было в тюрьме благодатью божию ни у кого такого не было не уца димитрия дудко и у глеба якунина вот так чтобы свидетельствовать перед начальством в камере там два часа лагере не было ни у кого до ка как не сидели иногда в шашки как поиграешь там лежит у меня молитва молитва и боже было я как на крыльях летел когда приговор огласили ну лапкин вы поняли я вот так вот стал а тут тогда еще не было железной решетки все открыто я два шага шагну на той стороне срок кончился ну вас крепкий стержень я говорю да так если бы я здесь не сидел я вам еще больше сказал на мне было задействовано 12 кандидатов наук я такое слышали нет а как так может быть ну как вот трое здесь были барнауле а остальные по другим городам красноярске там гялки где мои трудовые я напомнил то чем страну напомнил страну советский союз тогда был чем библия насчитанная особенно катушек вы реализовали на катушек сколько реализовались библии подсчет полный комплект у меня 200 катушек чтобы 10 экземпляров сделать на счет 2000 так меня везли это машинами и у меня статон студия на рога тысяч несколько тысяч сколько тысяч тысяч конечно там архипелаг гулаг и даже не выскажи сколько было они приехали помяты такие что с эстонии везли пленки опрокинулись машина перевернулась и встал опять на ноги и остались живые там ну побитые конечно вот какие были так все не на сегодня расскажешь и не напишешь вот пленок то нету тогда был то закон какой-то пленки в одни руки 5 пленок катушек 375 метров при скорости 4,7 сантиметра в секунду 8 часов 20 минут я тебе любые данные выдам почему тысячи пленок а потом стали выпускать на 12 часов 525 метров а люди отзывы какие давали вот прослушав катушки вот они нельзя высказать даже я уж не кого-то беру а возьму такие которые не нашего круга василий дмитрий митриевич основатель общества память когда они воевали там шееверей это все сделали там где-то но его не было я пришел когда в их организацию то я там разговаривали с его сотрудниками то он в это время идет заходит я говорит не поверил мы вас все время слушаем в городах ездили говорит в наушниках слушали это голос с неба вот какое определение дал васильев и вадим димыч звали голос с неба то есть я могу сказать что апостол павел пишет говорит он дом стефанов есть начата к хаи то есть первый кто обратился я первым стране насчитал библию с не каноническими книгами 11 катушек 820 каждая катушка умножая 96 часов выходит секундами я знал звучание библии как вначале было слово и слово было у бога и слово было бог слушалась один приехал у меня помогал как сегодня бы сказали модератор ремонтная все знал ну и она иногда бывало что и отходил не очень твердо был потом утвердился и вот пришел приехал он всю эту аппаратуру одной кнопка я мог сразу срывать и 10 магнитофонов на скорости 19 сантиметров две дорожки в одном направлении а слушать на 47 то есть я записываю пленку это получалось четыре раза и здесь две дорожки 8 8 раз быстрее чем когда я с одного магнитофона на другой но тоже скорости на которой говоришь на той вот здесь и гляжу у него такие глаза пол что я считал евангелие то я его не понимал а тут послушал ему в сердце попал почему я читал с верой со слезами и так оно доходило отзывы не выскажешь какие люди откуда только не приезжали помню мне говорю а я принимать мог только допустим сейчас один час в три дня принять людей я настолько был занят и работа шла люди приезжали из других республик и тут говорят бабушки приехали они сидят они говорят умрут говорят если не уйдет вас приехали посмотреть на человека чей голос я считаю златоуст они меня считают златоустом вот именно каким бы не был златоуст они теперь златоустом только в моем видео или где-то ничего этого не знает которые вякают вот этот мошкара их называют но ничего нет я принять мог только на работе не дома дома я заходил все дверь закрыта батрасы висят на дверях на окнах я насчитываю это студия тон студия вот писал кровать ну как вот такие на 1 говорит у меня такая а на кровати магнитопоны стоят где-то и вдруг кто-то стущит я вот это все должен закрыть во время меньше одной минуты и чтоб зашел а я сам это время на машинке печатая когда дорожка идет я должен был машинку спрятать пишущую украина 2 стол накрывается там один момент и кгб не могли открыть найти а не видно что стол и днище вот такое расстояние но где они латили ну пожалуйста откройте ломать но как-то то того вы взгляд а я пока за один из гвоздей легко поддевался отверточки гвоздик выходила задачи маленькая сидишь сидушка такая сидеть и как стульщик то а в стульщике еще двойное и там они найдут у меня книгу тут все рассказать а там книга такая святые 19 века она такая тленом пропавшая но хорош я переплел ее дерматином такой вот он ее когда нашли от у меня отвлекусь от этого от он студии так вот она взял смотрит чуть не на зубок пробует я там все описывал почему вы ее спрятали это же книга пожелтеевшая прошлого века и гатя технич вас за нее то никто не преследует а я говорю я не знал что уже прятать от вас обыск за обыском идет у меня хотелось я говорю снять дверь с петель дверь хорошая жену под руку и уйти чего запираться когда вы взламываете замки ломаете у меня с выдержкой приходите и все это сфотографируете я в туалет хочу сходить меня подполковник кгб в туалет ведет вот вообрази кого в туалет подполковник кгб водил да никакой это один из лучших заслуженный там работник кгб никулин юрий михайлович да хочется сказать царство ему небесное вот теперь эти пленки представь себе ко мне везут вот у меня комната вся по стенам 12 целых 8 десятых квадратных метров 11 человек могли ночевать не на полу а это больше да я не заводом замерить надо но это больше комната 12 что в этой комнате у меня спальне 11 человек около вокзалах там недель и ночь заезжали люди вторая строитель 6216 город барнарул алтайский край парковочку вот дальше надежда василина вне специальные колодки нашли то щет тапочки на колодке все настоящие тапочки счет это в этой же комнате в это же комнате у меня тон студия огромный магнитопон и маяк 205 посмотрите какой 320 рублей а пенсия это сказать у меня зарплата была 72 рубля один только магнитопон купить полгода работает а их у меня 10 работает и 5 запасных стоят головки которые каждая головка там сколько стоит 10 или 12 рублей таких головок у меня 50 запасные деньги то где взять никто про меня не знал никто не жертвовал никто я только работал работы неутомимый был как сейчас никита написал на 300 процентов работать убивать себя да зачем мне это нужно он не старается я не служу я говорю если в тресте у меня первое место было по работе то я со свободы я сторож 3 дня свободы я утром прихожу поел на велосипед старенький с собой инструмент поехал там такое есть осипенко поселок частный сектор кому надо я вижу глина песок а то по меня уже знают утром ко мне приходят чуть не в очередь стоят кому печь сделать а печь сделать с котлом 35 рублей я две пищи в день сделал 70 это месячный заработок а кроме того ремонт этой базы я в месяц 700 рублей в 10 раз больше плюс тому 700 рублей по тем временам 700 рублей это большие деньги были почему базу ремонтируют у меня целая команда вот деньги откуда что никто не знал я сам должен был работать до копейки вкладывать туда бывало такое что один был из наших близких и вдруг исчез его нет я жену спра он женат и был или не женат и сейчас не знаю кажется куда сам это делся то на север уехал там золотодобыча какая-то идет на американском этом катапеллара как называют этот бульдозер работает а сам здоровый такой приехал я хочу быть с вами саша сколько ли тебя не было пять лет а ты знаешь что десятину надо ты платила и нет обкрадывайте меня бог говорит ты не просто воросли это татис пять лет ты не платил десятину скажи как я с тобой буду общаться это и моем ломбе ты будешь находиться никогда я могу заплатить сколько зарабатывал заработок большой теперь посчитаем месяц двенадцать пять лет 60 месяцев умножая на 60 десятину но на книжке то у меня есть у меня почти столько же есть чуть побольше только если ты готов их отдать конечно он пошел все деньги снял я вот теперь пойдем мы их определим мы пошли баптистом отделенные самые такие тогда были 62 году инициативная группа была чтобы власти не вмешивалась за это и мы знали там в латвии в литве в эстонии у них печатают в подземелье где-то евангелие раздают переметят нас примем и всю сумму до рубля отдали туда чтобы отправили а вот писать раздается бесплатно слово бесплатно означает кто-то оплатил кто оплатил да мы встречаем саша у меня кто бы ни был у меня квартиранка были у меня сестра была работала и квартиранки девчонки жили вот представь в этой комнате еще и девчонки жили вот у меня дебунов за стенкой жил полностью квартиры отдал ему он 14 лет жил я ни рубля не взял за всю жизнь с одного квартиранка это вам пример или нет ни рубля нигде а сам девяти лет плачу за квартиру где живу больше я даже платил здесь-то 4 класса было ни рубля и нигде не взял за квартиру почему я не объяснить не был как бы я взял еще взял ну или ты что ждем тогда попала там за счет высчитываю только из всего и он когда в этом этих квадратах квадратуре там это крутишься я делаю дальше приезжает в это время ко мне люди священники учуя переплетному делая переплетчик стол за стол вот так цепляется такой вот это самый дверь возле двери можно кого так было пройти и 2 крапа у кровати и здесь же кухня здесь же туалет это все до 12 квадратах и когда она заблокировала однажды когда меня арестовать пришли они не знали дома мы или нет а у меня шторки закрыты а в это время у меня сколько людей было и потом узнает 12 человек они постучали никого нету они тогда на завод все знают мою сестру оттуда привезли где он ключ она ключа у меня нету здесь на его нету на месте значит и он ушел и ключи не оставил они слушали а там какой-то слышно шорох что-то ответ кошки у него две или три кошки они прыгают если так они там с той стороны на подоконник залазили смотрели теперь люди то у меня здесь женщины есть одно поганая ведро ходить то надо куда-то за что женщина идут как людей вывести потом они придут на следующий день из кгб вот такие щельки не под потолки это на щупы толкали под поле везде искали скажите как вывели людей вы что люди то у вас были теперь уже понятно что были а дежурная то с рядом машина стояла одна с другой стороны выйти невозможно нигде как вы могли вывести людей по какому месту через низ или через крышу в двери вы выйти не могли это они меня не один раз допрашивать это которые охраняли то они говорят мы ни на шаг не отходили а мы когда готовили это все выйти первое как раз этот саша был здоровый такой ему в руки полное ведро мочи как только выходишь и кто есть и сразу бей его этой мочой пока она а все подвое в разные стороны они все все равно не поймают а нам нужно было вынести оригинал который я насчитал толкование на откровение и в нескольких экземплярах и вы нигде нет если все пропало и мы вы сумели уйти но со стола не убрали они когда потом взломали комнату то ну сколько двенадцать посуд стоит они тоже знали ты бы знал как это все было как вышли то я так и не планирую то вам не надо знать главное что мы вышли вышли и дверь заперли еще конечно я вымерял какие а как узнать когда в какое ну я буду рассказывать кажута он хвалится хвалюсь моим господом благодатью его самое сонливое время это примерно с пол второго до четырех вот это время ну спать охота а мы его в море и меня всегда вызывали на это время на это время я крепкий был цель на спортом занимался я за штурвалом стою а рядом тут же там байкерская рубка без обезадмачная а здесь канаты лежали вот упал бы на канаты на эти и не шевелился они как нельзя аксиометр компас не компаса компас я должен на прямой линии держать ни у кого так не получалось как у меня я учился заочно еще я чувствовал корабль а корабль торможной путь по полтора километра почти тебя туда пошел туда надо а он еще не пошел а ты понимаешь это махина и и надо чувствовать что она пошла я должен сейчас скорее в обратном направлении а я туда штурвал положила он здесь я знал какое время выводить вот в это время я попутно говорю сама спать охота я думаю они сейчас тоже спать хотят там и вы а в это время на улице был страшный туман договорились а кто какой дорогой куда бегом убегает по двое не по одному все в разные концы а мне самый тяжелый путь но самый то же время и скрытный сразу прямо выхожу и сразу там вниз уходить мостик и сразу мы там кусты через кусты и проходим на маслозавод и мы бежали как раз этим саше парами все это разделил кто куда пойдет их интересовало как вывести я смог уж они трясли меня уже осудили они так и не могли понять эти договора думаю не отходили прямо в двери еще стояли ты где-то и никто не знает как вот мы сашей то туда к лёшу матюшину и это время почувствовали неладное я хорошо услышал надо отворачивать мы повернули и по барнаулу по мосту прошли и дошли до он жил на партизанской на уже в дом подходить остановились за нами следом идут они улицу блокировали знаю что кто есть везде топки кипиш был большой так давай в этот дом двор мы во двор и вот так вот это задвижка так коротом идет запишку теперь если подошел подергал нету еще нету а мы сидим под этой тропат калитка не у нас взяли то как только отошли что делать ему давай так сейчас через двор там второй двор и там следующая улица пролетарская и так нас они не возьмут ну и ну просто рассудили все правильно не выходить в эту улицу раз улица блокированная через забор потом сажись крышу боевик настоящий я спрыгнул и бежать а там проволока натянута вот как на вот у шторки вот сейчас затянуто и по ней собака бегает а мы ее не видим туман я-то прыгнул я пониже ростом я пробежал ли еще саша-то прыгала видимо задел совсем низко стала и он грудью то попал на это а там большой огромный кабель привязаны это мы его не видим то а мы с крыши то на этом на кануну там кабель ты наверно с ума сошел откуда него валится такой грустный центр ну и саша то бежит а грудь то ему уже на тяги ты проволоку до конца натянул а дальше ну на проволоку его проволока кинул и прямо к конуре туда вообще мы как-то улицу только вышли но я не знаю сколько мы там ну метров двадцать прошли машина с двух сторон нас заблокировали под белорусники в машину я говорю а чего вы за нами гоняетесь вы же не милиция а мы повыше милиции компетентные органы но и сразу к себе и к нам вот я еще могу рассказать а эти то которые сегодня то но на минуту ниже ничего нету зэк он зэк он педофил там он еще что-то там он стукач и прочее я стукач я педофил того что угодно говорит это моя биография и стукач и педофилы все ко мне подходили что делать дальше дали в этом смысле я для них был рупором там в тюрьме один из примеров я ночью выходить на мне где абсолютно его так вот и как открывает кажется в эту сторону а тут кой кой к ну шконка называется но место вот такой вот как кратко как у нас здесь вот посмотрите а такой вот а тут склонки шконки шконки три этажа трехэтажно вот такое место около двери кажется змеи вот туда открывается или так же было я тогда обращаюсь камере или с этим который главный тут я в лесу я тут стала молиться буду у меня на вы что отец пожалуйста и я тут становлюсь тогда и молюсь представь полтора часа камера меня видит и ночью подъем в тюрьме в шесть я в четыре сюда вставал а то еще ночью я молюсь там я вот он стал молиться когда кончил молиться а эти сашконок и говорят вчера ночью вы молились вы же не оборачиваетесь никогда я говорю нет 7 человек становились на колени молились язык паха 7 человек преступников на колени молились они не знают люди что для меня их клевета ложь эти ядовитые бочки то это награда то есть ни одной тысячи доли процента правда не говорят мой путь был торжествующий и победный можем мы с вами тоже встанет камера преступников другая республика казахстан город женатас а это в жамбуле было там пересылка была ну я пожалуйста я и начинаю говорить только привезли меня куда и которая называется там отдельная нулевка там где карантин проходит отдельно еще в зоне еще зона одна нас проверить не заразные ли и прочее и один говорит сегодня игорь приезжал из жамбула тоже в жанатасе мужчина из кгб он все узнал там вдруг передают ради и сказал этого человека чтобы не трогали все что у вас бьют постарайтесь чтобы он этого не видел они меня берегли я богу благодарен а так вы их сотрудник выступать ну какой я им сотрудник если они меня посадили сотрудник хотя они мне говорили вот знаете у вас все военное такое вот эта дисциплина всегда такая была у нас молчать дело делать и трогать их какую бы пользу нам принесли если вы были нашим сотрудником вот это мне в каком партии говорили были бы вы коммунистом были с нами какую пользу родине принесли то есть на мой характер на мою жизнь на отбросы не валились большие люди пересекретарь какома партии я писал письма тогдашним то кто был брежнев 19 лет у власти был и это ваше письмо претензий не было я звал покаянию говорил обедах письмо патриарху тихону и меня сразу в горком партии горком не в крайком а в горком патриарху тихону письмо кому игнотики имену пимену и она у меня для слова божия нет уст помещено там много я все не могу сказать потому что это моя вот благодаря вот распространению катушек с начиткой вам как раз и люди приезжали в лагерь чтобы до влаги летом это благодаря это только благодаря катушкам хотя катушку вообще это чудо божье бог делал ну приставь народ еще не знает ничего нигде нету я реагировал на это нету почему а где нету я стал по одному тому доставать и она златоуста 12 томов насчитал 12 того по 800 страниц это считать и насчитывать это большая разница считать ты можешь так устал а когда насчитаешь тут должен четко произносить тем более за того сводной проповеди иногда употреблял до семидесяти ссылок на библию выдержки а выдержки то все по славянскому я должен на каждой выдержке остановиться посмотреть а магнапон то крутится пленка то оригинал а оригинал сразу делаю на 200 кажется 50 и 375 метров крутится то не один магнапон а у меня микрофоны здесь самодельно все это сделано мастера сделали это это все было очень и очень непросто я теперь вот считать назад по диагонали глазом хватаю так вместо священного писания и на память произношу все эти 70 мест на память то есть я не открываю и по-русски что было это люди еще не знают а он златоуста а никто не замечает что я считаю не по библии а это на память передо мной книга златоуста я считаю и в окно смотрю машина стоит все время у меня машина дежурит это дежурили они у меня допустим подряд каждый день три месяца представь сколько они на меня тратили я потом запрос сделал когда бы какая была моя кличка когда я был вашей разработки не вот у вас клички не было я знаю у всех были клички у всех кого сажали я с кем разговаривал какие-то вот у патриарха алексея второго то было дроздов у этого михайлов у кирилла у меня не было а мне истинном виде пришел опять с кгб у меня с ними хорошее отношение были когда меня посадили а уже никулин подполковник он полковник где он был уже на пенсии был он узнал что меня в том раз арестовали он пришел еще делайте кого вы арестовали я даже не поговорил где-то но это для меня было так если он уже осужден но пока не осужден то был и я почему не знал то вы же знаете что я курировал его он моей матери первом аресте пообещал мария горовна вашего сына из тюрьмы я вытащу и привезу домой и так и было я написал они хотели это сделать а я взял написал что не желаю выходить из тюрьмы желаю быть осужденным кто писал такие записки прошение написал кгб постоял посмотрел игнатий тихонович ваше место не здесь там тысячи людей вас будут слушать а здесь мразь такая и заявление моё порвал добился что мне выпустили вышел я на как на ступеньках этих ступеньках в тюрьму заходить а надежда васильевна пришла с передачки и мы стали на колени а он стоял здесь рядом выше ну садитесь следователь и он посадил меня машину домой привез 80-х год вот у меня какой победный был триумфальный ход это бог сделал так бог а второй раз он мне сказал знаете дураков у нас у вас хватает я стал кого посадили какой бред принес один куплет он про ленина писал ленина и что что-то строй пошатнулся или что но я насчитал еще архипелаг гулаг этого не меня простить уже не могли архипелаг гулаг первый раз когда было и взяли или ну все племки вернули в архипелагуа так я еще материал выпустили в агином 5 масонство про всемирные заговоры иудейские чем мир кончится мне одни сказал это если хоть еще будет племка то только интерес антихристов так это на запись чистейшая была этот из кгб подполковник никулин юрий михайлович доме так как вам удалось такой чистоты добиться я бы специалисты работают он говорит когда масонцы там отделы работали я что-то пошел и зашел а ваши пленки они там слушают и обвинительные слова там против меня я сразу дверь закрыл я понял за то что я слушаю тоже ответственно будут вот тогда что при советской власти это нельзя было слышать я протокол астеронских мудрецов полностью разбирал там и брал интервью репрессированы по всей стране на тихонич первый срок вы отмотали за что архипелаг гулаг стихотворение о ленине 1 1 2 то же самое 2 и уже набрали тут больше первое то на златоуста все брали в обвинение это не поставили библия насчитанная дальше 12 томов жития книги доставать разных городов надо было их в одном городе не было всех того а кроме этого я не просто взял да насчитал в году 365 дней 12 месяцев 12 и 9 ростовского январь февраль по порядку и на каждый день определенные святые на на каждый день святые первый жил один пять святых один первым веке другой 5 а другой в 18 веке я сделал так из 12 и того вытащил первый век отдельно заканчивается с новой пленки с новой дорожки 4 дорожки второй век то есть впервые за мировую историю в развернутом виде жития святых были по векам показаны он помогал мне это сергей павлович помнишь там эту таблицу это все на нашем сайте есть у меня все работы какие я делал были уникальны пять томов добротолюбие григорий дещенко четыре книги книги 750 800 страниц и все ли теперь нашлись люди по файлам разбитые добротолюбие все уже стоит в интернете понимаешь я там все вспоминаю теперь который кто-то там ну кто-то сказал что-то сказал а раз еще не врет я знаю ничего не считал не знает и не будет это пешки пустышки аму боты как называют и там люди а у меня каждый день 3 утешительные слова 3 а 3 человек вот на вас так клевещено укрепит вас господь как это людям глаза открывает я касался тех тем которых никто не касался они так что тот насчитал да я касался некоторых тем вот симфония механической книги симфония каждое слово что было отображено в алфавитном порядке а в алфавитном еще каждая буква должна быть в алфавитном порядке каждое слово по буквам идет как я делал вручную на 5 книг сделал вручную симфония 1 допустим на каноничники 20 человек делали 5 лет 20 умножить на 5 100 лет и самая лучшая из канонических книг это вермигородское издание было такое вышло вот я по этому методу стал делать я тоже кое-откуда брал но только на не канонические книги все не канонические симфонии какие были думаю у меня в руках побывали я понял непрофессионально они просто делали не понимали я все падежи свел в один падеж чтобы легко было искать все глаголы в один глагол шел пришел ушел уходил в один тогда ты вспомнил я шел слово раз шел тебя открылась а дальше идет где-то конечно сложно было обычно есть корректор проверяет книги а симфония у меня 18 человек брали если никто не осеял проверить где-то пришлось самому быть и корректор то есть какую бы работу я не взял и делал делал просто мне как какая-то сила толка вот присаживай себя я приезжаю мосибирск на прием к архиепископу гедеону до кукину как я благодарен вам гнать и я вот хожу и по архиальному двору то нынче четыре тома вопроса прослушала я на силу один только прочитал а прослушать наушниках я хожу как а там приучили желан на руку садиться а в это время я слушаю на руке желан сидит это вообще как картина а я его обещал а вот такой был комплектный и вот так себя по позу ну куда ж ты меня зовешь и гнать и ну куда я с такой тревогой пойду сбрасываю владыка все это он уже умер савропольский митрополит был повторяю гедеон до кукин и письма его ко мне и мои к нему в книге для слова божия нету это мои книги у них ничего этих людей нету нету и поэтому библия была забрана архипелаг гулак я их заново их насчитал начитал не просчитал а насчитал тот возьми иван говорит матвея по порядку и насчитай на пленку а потом сам послушай у меня был здесь роман я говорю ты послушай ты послушай еще у тебя это же он стал считать и засмеялся что как будто это не я считаю это внутри тебя бес сидит интонация все у тебя не не человеческая в первый день только приехал я его по интонации сразу определил ты одержимые говорю одержимый и в без тебе как он засмеялся вот я только попутно это все подхватываю потому что события у меня я раз не сидел в я биография не такая как у всех на 1 3 теперь это в конце отрезали библия не полностью архипелагу лак не полностью для меня были главное я заново книги есть какие-нибудь не сокращенно вряд ли им капрест париже у меня три тома а как прислали бог делает это мой бог великий бог я заново здесь вот в этом скворечнике начинаю начитать порточки открыты и люди которые слушают один год он считает у него там сколько раз я встречал ударение туда его это расстрелять мало а другой я первый раз слушал дать пойду это зэк говорит с таким выражением начать только может человек который видел по разному отношению один расстрелять а другой все думал прочитать и не бог а наконец нашел как его лапкина благодарен на всех никак не угодишь я заново решил насчитать библию от корки до корки уже на компьютере заново архипелагу лак три тома и это начитывание начитывание а потеряем кита свет выключается я считаю свет погас все пропало у меня теперь свет дадут я заново должен насчитывать и это все было начитано оформлено за 30 дней полностью библия с не каноническими книгами и 3 тома архипелагу лак и я насчитала по милости божьей скажу он говорит я ногу не ты же считал то они слова я боятся потому что них ничего не то я не боюсь сказать они как считает он как будто бы на зоне как я слышу там петух у каретов воробьи чирикают у него тут а у меня форточка открытая этого не вижу мне поэтому на все которые нападки делать для меня это абсолютно никакой роли не играет ни печали до каждый день я за них молюсь а братья господи они не знают радости спасенного грешника сколько людей пришло через это сколько один бог знает а павел доктор богословских наук павел бочков пишет говорит игнатия по-разному воспринимать из московской патриархии но тысячи людей которые пришли через его в миссионерскую работу вы куда денете и всех до одного он привел то никуда-то московскую патриархию еще с ума сошли дескать его спрашивает там одного отца сергия снова кто такой играть но у него люди бывают хоть кто-то обращался да не то что там потоком идут на куда идут ну куда патриархию всех направлять так вам чё еще надо-то баптист будет направлять сюда или старообрядец будет еще совершенно еще куда человек приводит когда обращается и больше его не спрашивать он вот и есть он домой ведет я не могу их католикам направить конкретно и вот сегодня тебе это вчера писала как будто бы желает добра сегодня все заблокировать и у них духу нету одним щеночком и мозги вышибло а не только маленький ответ дали и ничего нету больше все все стерла все стерла ко мне она зашла и да вы кого тут печатаете там в этот день падла этот 9 даниил сысоев шкура продажа его тут людей я все поместил проходит какое-то время года два-три она подписывалась одарка теперь приходит игнатий тихо наш уберите я что попала писала я теперь поняла в наших ресурсах того-то уберите не как она давай нашла модератор об администрации через них я не убираю теперь она уже под именем киской вот вы не думайте что я плохая просто я была в таком настроении меня сестра там не ладно я поэтому так говорила я там дура такая уберите пожалуйста мой позор обычно как людей только не убираю меня когда написал а что уберите меня пусть кто не похвалится на своих ресурсах а у меня такие просятся приходят люди сегодня мне прислали одного никто и сергей игнатов сегодня говорит рублевский кажется или рублевский как его попросил прощения что я игнатия так поносил а сейчас говорит смотрю его ролики я полностью изменил мне сегодняшней ночью с 28 августа на 29 2018 года и человек пришел я выхожу покровский собор один был ну помолился выхожу а бабки меня ждут на паперти главный вход центрами упали на колени с двух сторон меня кали ухватили за ноги одна тут плачет на этом а другая здесь плачет прости нас мы говорили против вас а вот вчера собрались вместе бабки каждая говорит и мне он помогал приходил и дрова то и печку без патра сделал да а как же настоятель против вас говорил что вы баптисты я выборки да забудьте в этом все наплевать да забыть но сказали я не знать не знаю что вы против меня говорили какой мне ущерб от этого господь обещает награду гнали меня будут найти вас а настоятель меня увидел и знать вот вы помогаете бабкам все но вы же не солнышко всех не обогреете вот такая моя биография вот сегодня скажу а вонах хвалится повторяю хвалюсь написано хвалящийся хвались господом что знает господа я знаю бога и вовсе сильность я молюсь и грешники подходили и каялись где бы в какую тюрьму меня не кинули везде покаяние было везде но пусть кто-то покажет кого допрашивал следователь и он обратился с полным погружением получил крещение и что начальник тюрьмы умер по-христиански вот два человека покажите один раз не где-то в нынешнем и советское время за сто лет а по статье что за веру брали вот так садили я был единственный до дальнего востока больше никого не было там москва была гриб яконин дальше никого не было как будто грань какая мне бог дал счастье познать его я понял я пришел сюда бога прославить в тюрьму меня бы никто не запустил с воли то даже к тюрьме не заподойти и близко там запрет вези а когда произошел водораздел вот этот вот сначала же верующих убивали реально и гнобили в лагерях то есть на уничтожение а когда как вы думаете а вот ваше время уже вас берегли как это какое время ну когда вот произошло у него оставлено когда он умер когда он скопытился как солженицы пишут этом вот когда говорят а вы что так о человеке говорите никак это зверь был скотина когда я юлянкой отступник был убит меркурием святым языком он сошел убил показано было в это время с неба раздался голос балла мерзкое животное житья святых написано паломерзкое животное солженицын говорит скопытился деспот вот и все и в слава храма плана храма вышел половина храмов разрушил бесноватый то есть и в лагерях отношение изменилось до к верующим от начальства или а ну от начальства начальства ну я не могу точно сказать когда было и не со всеми это было опять же за что он сидит вот я вернулся когда 18 лет сотрудничал с тюрьмой чего мы только туда не неси даже на пасху яйца крашеная по камерам раздавали ну пусть покажем где это было я имел доступ приговоренную смертной казни которая через день нашей встречи уже расстреляли я имею опыт почему так не знаю но ко мне было особое отношение я разговаривал с верующими вот зоя крахманникова то писательница и прочее не было этого было нет не было и глеб якунин священник не было ни у кого этого не было вот такое отношение но вы же брали интервью у истинных христиан катакомбников они вам рассказать они сидели сами или их родственники я сидели они рассказывали как к ним относилась начальство тоже бывало по-разному она хорошо шила и ей даже давали награду а луковое перо две веточки зеленых два пёрышка это награда большая повышать а поесть что ли конечно чтобы зубы сохранились и в двенадцатом томе открытым оком там это описанная интервью беру лимщиковой ксении ивановны муж его был гренадер посланный во францию и революцию он там встретил он никакого отношения имеет вернулся видимо в партию вошел и был директор черемховского завода мимо едем где-то а потом когда начали всех выбирать он сказал ей ксения сейчас все арестовывает врагов народа это не мы враги народа враги те которые делают это его арестовали допрашивали и расстреляли а ее сразу арестовали в тот день сына там было куда-то деле отдали валерий и она все рассказывает со слезами я все записываю у меня на пленках записано и после этого помог я сделали мне этого который мы это помню это нагрой чтобы я могу включать увязь раз напечатал раз я тысячи страниц печатал сейчас я не могу печатать потому что клавиатура другой размер у меня пальцы две буквы хватает отвыкнуть от того как я печатал тогда мне это невозможно вы под машинку заточены да да в двенадцатом томе там об этом говорится вот ты знаешь валентина конева была у нас валентина павловна умерла то где дочь дочка и это так она как раз была с матерью ссылки и они бежали 700 километров тайгой прятались скрывались со зверями вместе и она все рассказывает павловна валентина павловна она из трех детей как раз и была а то мария евлампировна и все не расскажешь вот у меня все все записано огромный магнитофон провода катушки как на войне соединялись это проводами это я с ними по стране ездил и записывал как этого нет где эти записи какие-то сохранились каких-то ничья же арестовали забирали а что-то сохранилось я перепечатал и а теперь только в тексте в тексте если видимо есть так у меня где то есть но в интернете то есть нету а вот в интернете а может даже есть надо посмотреть сайт откроет там написано там с исповедниками но ты ты не знаешь надо посмотреть сайт они не трудно в сайте наш сайт православный библейский сайт и там на 2 страницы там перед пересчитывается от кого я беру интервью я не утверждаю тебе зачем с исповеди это же интересно с людьми ну интересно это один вопрос другое дело думы голос послушайте и голос можно послушать может сейчас даже послушать сейчас посмотрим я беседу с глебом якуниным 16 часов интервью вообрази пусть мне скажут где кто брал интервью 16 часов а вот только что вернулся только что вернулся со встречи с рейганом и в это время я у него в живу в комнате я записываю его 16 часов и нигде это не опубликовано не в том не в том виде но как бы я приехал домой они уже знали попросили а я не дал и тогда как раз никурина не камере как раз его подослали знает кому я расположен я о нем отозвался как это самый настоящий большой интеллигент он к дигнать их начинается я с магнитопоном приеду к вам на работу я сторожу дадите послушать а грудом и он приехал и всю ночь сидел а я так сторож я привык ночью то маленько отдохнуть я мотался по по двору и а вот сидит как сыч глаз не сомкнет и утром когда поехал домой мы так вот это мои которые награбили то я думаю растащили ложки серебряная как шульгин писал виталий шульгин про революционеров которые все царство дома тащили до великий мудрец он сказала глибе якунии я знаю этих людей конкретно мои беседы в аудио в аудио с александром выставлены слышал да нет в аудио это а я несколько лет назад вам не александр мень как-то я к нему нет так подожди ну ты и по тебе нет поселения равняет так и вот там у него какие там свои друзья они все собирают и там музей его играть недавно еще обнаружили его беседу с одним интересным человеком человек простой но какая беседа и это мои они встретили записи то где-то и поместили опять туда же где его архив находится и отзывы дают только положительное я не знаю три или шесть бесед которые я когда по радио три программы вел я их пропустил так мне звонили с таким человеком он популярно такой был убили его только что и вы так спорите я имею моральное право вы не имеете почему вы мертвого пинаете а я живым разговариваю а живого он воспринимает и со мной разговаривать он то дескать такой известного это кто козявка 2 вот женщина хотела приехать она его то она была ему вдруг там вот она меня с ним и свела лидия муранова вот она как раз и свела они выпускали маленькие ве как называется на стенке кадрами и дальше там музыку напускают и говорят какие-то как виде видеофильмы не знаю как даже назвать кадриками еще другого не было у нас была встреча она не не уже не приедет хотела и не пишет она его аппарат хотела там чтобы вернуться с аппаратом хоть как-то оправдать поездку сюда чтобы для меня было приятно но нигде не принимают там внутри что-то вытащили ты правильно сказал счета там нету потому что он еще снимал ну все за стол пойдем все на этом сегодня